Друзья мои, вечер прощенного воскресенья для нас всех дорог тем, что эта служба неповторимая и трогательная, совершается один раз в году. И, конечно же, никто не применет присутствовать на этом чудесном богослужении, потому что, во-первых, оно короткое, во-вторых, трогает душу исполнением великого прокимена «Не отврати лица от твоего, от отрока твоего». Это очень нежный стих, такая семейная, душевная, сердечная молитва, очень сердечная. Касается самой сердцевины каждого человека. И, конечно же, в конце этой службы бывает чин прощения. Но следует обратить внимание также и на стихиры, которые поются в этот день из Триоди. Стихиры, написанные преподобными отцами, стихиры, настраивающие нас на правильный лад пощения. Вот самая первая стихира на вечерне, в неделю сырную вечера, надписано творение господина Иосифа. Это один из авторов постных стихир. Мы знаем, что большую часть стихир написал преподобный Иосиф, и обязательно сопровождают также Триодь стихиры, написанные преподобным Фёдором Студитом, который был великим богословом, наставником и поэтом, кроме всего прочего. Так вот, стихира, самая первая стихира, которую мы слышим на этой вечерне, это призыв к воздержанию. «Воздержанием тело смирите все почимся». «Почимся» — это призыв. «Давайте, давайте смирим тело воздержанием». «Давайте смирим тело воздержанием». «Божественное приходящее поприще непорочного поста». Слово, которое мы переводим по-славянски «поприще», в оригинале звучит привычное нашему уху «стадион». Да, именно «стадион» — такое спортивное слово, которое раньше в некоторых текстах переводят не только как поприще, как ресталище, то есть состязание, очень серьёзная, напряжённая работа спортсмена. Вы знаете, что апостол Павел очень любил спортивные образы и говорил, вращаясь к Коринфе, например, о том, что мы как бегуны, которые бегут на ресталище, как раз по стадиону, бегут через стадион. И мы совершаем поприще поста, на самом деле применяем над собой серьёзнейшие усилия. Это большая работа, это подвиг атлета, если хотите, духовного атлета. И вот приходя поприще, божественное поприще, это не просто стадион, а это божественный стадион, подхейон стадион. В оригинале этой стихи «Ретак» это звучит. Это божественное ресталище, божественное состязание, божественное испытание Великого Поста. Давайте мы посмирим тело, тело воздержанием. «И молитвами, и слезами Господа, спасающего нас, взыщем». Взыщем. В оригинале стоит глагол, который переводит ещё как «найдём». Мы найдём Господа, которого мы потеряли в своей суете. Чем найдём? Молитвами, слезами. Молитвами, слезами и, конечно же, воздержанием. Вот три позиции звучит. Воздержание, слёзы, молитва. Воздержание, слёзы, молитва. Это слёзы, это значит покаяние. То есть, называются три духовных упражнения Великого Поста, с помощью которых мы проходим это испытание, этот состязательный, если хотите, поединок с собственной природой. Но при этом дальше в стихии звучит важнейшая фраза. «И забвение злобы всеконечное сотворим». «Забвение злобы всеконечное сотворим». «Лэдхэн тээскакияс пантэле пойээсо мэн». «Сотворим», то есть, «сделаем», «совершим», «осуществим» забвение, окончательное забвение. «Лэдхэ». Мы знаем это слово благодаря выражению «кануть в лету». «Лето» — это река забвения. Слово редкое, но даже в Новом Завете «Лэдхэ» встречается один-единственный раз во Втором Послании апостола Петра, где он говорит о том, что есть люди, которые забывают об очищении грехов. Забывают об очищении грехов. «Лэдхэ». Позволяют себе забвение. А здесь говорится о забвении, причем «пантэле». «Пантэле» значит «окончательный», «завершающий», «абсолютный». То есть полное забвение чего? Злобы. И как это мы должны понять? Какие слова, которые мы переводим как «злоба», имеют значение? Во-первых, злые поступки. В нашем прошлом бывшие. Совершенные нами. Это во-первых. Во-вторых, это поступки, совершенные кем-то против нас. И этот мотив приводит нас, конечно же, к прощенному воскресению. То есть мы должны простить. Мы простить. Потому что в Писании четко и ясно сказано. Если вы прощаете, и вам Господь простит. А если вы не прощаете, и вам Господь не простит. Мы люди, воспитанные в таком, знаете, буржуазном стиле благочестия, мы не можем воспринимать эту фразу всерьез, как это так в Писании сказано «Бог не простит». Да такого быть не может. Бог же любовь, значит, Он всем простит. Нет, там сказано ясно. Если вы не простите вашим обидчикам, и вам Бог не простит. Это же слова Писания. То есть вообще-то все очень серьезно, товарищи, говорит нам Евангелие. Все очень серьезно. Надо учиться прощать, прощать обиды. И в этом значении, конечно, мы же можем тоже перевести это выражение. «Лэт хэн тээ скакия спантэле поээ сомэн». То есть забвение злобы всеконечное сотворим. Всеконечное, абсолютное, окончательное забвение злобы. Но есть еще третье значение, очень важное для нас. Которое, я думаю, вложил в этот текст преподобный Иосиф, составитель этого произведения. «Забвение злобы всеконечное сотворим». Это важнейшая мысль, без которой нам вообще за пост, за эти духовные упражнения браться не стоит. Дело не только в покаянии и в прощении наших обид, которые против нас кто-то сотворил. Речь идет о том, чтобы потерять вообще всякую способность злиться. И здесь, конечно же, нам помогают раскрыть смысл этого выражения, этой цели, задачи поста. Те стандарты, если хотите, которые задают святые. Вот мы говорим, настоящий христианин — это кто? Настоящий христианин — это святой человек. Вот норма христианства задается житиями святых. Автор соборного послания, написанного апостолом Яковом, святой Яков, праведник, был родственником Господа нашего. И о нем сохранились интереснейшие воспоминания, например, у Евсевия Кисарийского, который цитирует недошедший до нас труд Эгезиппа. Так звали древнего христианского историка, книга которого до нас, к сожалению, не дошла. Может быть, когда-то мы ее откроем, но Евсевий ее цитирует в своей церковной истории и дает огромную цитату из этого труда о Якове Праведном. О нем, кстати, писал и Иосиф Флавий в иудейских древностях. Во-первых, мы знаем, что он составил соборное послание, такое простое, понятное, доступное. И люди, которые не хотят погружаться в хитросплетение богословия, конечно же, ценят этот простой, понятный человеческий текст. Во-вторых, мы знаем, что он был самым авторитетным праведником среди не только христианской общины, христиан первого поколения евангельского, но и среди иудеев. И он отличался необыкновенной аскезой. Вот что о нем пишет тот самый Эгезип, или как вот цитирует Евсевий Кисарийский. «Колени его стали жесткими, как у верблюда, из-за того, что он постоянно молился, коленопреклоненный, и просил у Бога прощения для своего народа». Человек на коленях постоянно стоял. И для нас это, конечно же, признак или примета поста, когда мы на каждой службе кладем много земных поклонов. Прежде всего, в молитве Ефрема Сирина, но и особенно на покаянном каноне Андрея Критского тоже многие кладут земные поклоны, стоят на коленях часто. Так вот, у праведного Иакова, этого постника, бессребренника, добрейшей души человека, были колени, жесткие, как у верблюда, потому что он постоянно стоял на коленях. То есть это был образец и воздержания, и слез, но и окончательного, всеконечного забвения зла. То есть он потерял способность злиться. Мы знаем об этом, опять же, из описания Егезипа, который говорит о том, что иудеи, раздраженные тем, что он проповедовал Господа нашего Иисуса, и говорил, там интересный такой оборот есть, дверь Иисуса. Что это за дверь Иисуса? То есть зачем он проповедует Иисус? Достаточно нам и закона. И они однажды его схватили, затащили на лестницу, чтобы он перед всем народом сказал, что перестаньте, это ересь, это совершенно не нужно. Ходите в храм, храм и пополняйте иудейские ритуалы. Никакого Иисуса не нужно тут поминать вообще в нашей определенной и предсказуемой иудейской жизни. И вот с добрейшей души человек, праведный Иаков, постник, молитвенник, воздержник, который коленочки свои святые сбил, сбил в земных поклонах, он, стоя на лестнице, на крыле храма, стал проповедовать Господа нашего Иисуса Христа, смело, зная, что этим он еще больше раздражает иудеев, и они не выдержали проповеди Господа нашего. И этого старчика Божия столкнули с крыла церковного, он упал, разбился, еще был жив. И все люди обступили его и стали его избивать, а он молился, Господи, прости им, прости им, молю тебя, прости им. Они не знают, что делают. Они не знают, что делать. Это настолько тронуло сердце одного из иудеев, что он сказал, остановитесь, что вы делаете? Праведник молится за вас. Праведник молится за вас. Но тут один сукновал, имя которого история не сохранила, ударил его скалкой по голове и убил праведника. Но в этой истории важно что? Постник, воздержник, молитвенник, то есть человек, который для нас является образцом такого постнического, воздержанческого жития, если хотите. Он при этом отличался необыкновенной добротой. Ни слова обличения, ни слова злости, укоризны из его уст не сорвалось, потому что он правильно постился, он правильно молился и правильно каялся. И для нас это важнейшая подсказка, потому что критерий поста – это критерий доброты. К концу поста, если ты правильно постишься, если ты правильно кладешь поклоны, воздерживаешься в пище, посещаешь богослужения, ты должен стать чуть-чуть добрее. Забвение, злоба, всеконечное сотворим. То есть, в конце концов, мы должны прийти к тому, как и праведный Иаков потеряли способность злиться, полностью утратить эту способность к злобе, к мстительности, к раздражительности. И вот это и есть правильная мера поста. И для нас, конечно же, образ праведного Иакова – это ответ на вопрос, который перед нами всеми стоит. Может ли ревность поистине сочетаться с добротой? Мы часто, ревнуя по истине или по той правде, которую мы преследуем или поднимаем за истину, приступаем закон доброты. А святые умели хранить верность истине, не приступая закон доброты. Это как раз тот образ, то житие, над которым следует размышлять, может быть, не только Великий Пост, а часто прибегать к образу и к молитвам святого Иакова, чтобы он научил нас незлобию, чтобы мы достигли забвения злобы всеконечного, всеконечного, окончательного забвения злобы достигли, чтобы мы перестали злиться. И если вы чувствуете, что ваши земные поклоны, молитвы, ограничения в пище делают вас злее, надо остановиться и осмотреться. Что-то мы делаем не так, значит. Пост должен нас сделать добрее, иначе в нем совершенно нет никакого смысла. Если мы еще больше злимся, лучше нам даже и не браться за это дело, а лучше всего пересмотреть исходные позиции этого бега на стадионе и начать, может быть, с правильных, исходных рубежей, с правильного старта, чтобы не сбилось дыхание, чтобы мы пришли победителями на этом поприще. А победа очень простая. Это верность доброте. Доброте не простой, не душевной, не людской, не земной, а доброте в Господе нашем. Неколебимой ничем доброте, которая утверждается только в Духе Святом, только в Евангелии, только рядом с Господом нашим. Молитвами святого Иакова, брата и родственника Господня, который в эти дни будет нас покрывать своим молитвам обязательно. Если вы почувствуете, что он начинает меня разносить от этих постных блюд и от этих бесконечных поклонов, попросите святого Иакова, чтобы он поделился своей евангельской добротой с вами, чтобы не сбиться нам с пути евангельского, потому что мера поста — это мера доброты. И единственный критерий правильного пощения — это доброта, всеконечное забвение злобы, полное отложение злости в любых его видах.